В Советском Союзе зарубежные пластинки были редкостью и стоили довольно дорого. Стоимость могла достигать и средней месячной зарплаты, да и купить их легально было нельзя. Доставали на черном рынке. Фирменные диски покупали с рук у фарцовщиков, а те, в свою очередь, добывали их у иностранцев, студентов, командировочных и туристов. Именно поэтому советские мастера-цаховики подпольно делали копии этих дисков. Был вариант сложный и дорогой в производстве, когда на пластинку накатывался еще слой винила, а сверху нарезались новые дорожки. Но более массовыми стали кустарные грампластинки, изготовленные из старых рентгеновских снимков с чими-то выбихами и переломами. Цеховики покупали их в поликлиниках за небольшие деньги или вовсе доставали бесплатно. Для этого из плотной пленки снимка вырезался ровный круг, на который нарезались дорожки. Отверстие посередине, которым диск ставился на проигрыватель, иногда просто прожигалось сигаретой. Такие пластинки стали известны как рок на костях или ребра. Много пленок было после рентгеноснимка в грудной области. Еще одно народное название – рентген из дат. Стоили такие ребра очень дешево – рубль полтора. Но и качество звучания было посредственное. Большим спросом рок на костях пользовался в конце 40-х – начале 60-х. С ребер многие впервые услышали рок-н-ролл. Элвиса. Билла Хейли. Элита у Ричарда. Также слушали джаз, эмигрантские песни и цыганские романсы. А еще под музыку с ребер танцевали твист, буги-вуги и другие танцы стиляк. Производство и распространение таких носителей было опасным занятием. Это было чревато солидными тюремными сроками. В 1950-х в Ленинграде разоблачили крупную сеть кустарей – изготовителей грампластинок идеологически невыдержанного и вредного репертуара. Тогда задержали 81 изготовителя и распространителя таких пластинок на рентгеновских снимках. Уже в начале 60-х появилось чудо техники – катушечные магнитофоны. Ухищрения с ребрами стали уже не нужны. Все стало намного проще. А в конце 60-х стали выпускаться малогабаритные кассеты и кассетные магнитофоны. Но это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok